Боевики ИГИЛ в Сирии начали контрнаступление на древнюю Пальмиру, откуда их выбили в марте. На подступах города уйдут бои между террористами и войсками режима Башара Асада. При этом не исключается, что город может быть взят в окружение силами радикалов. Напомним, до того, как боевиков ИГИЛ выбили из Пальмиры, город почти год, с мая 2015-го, был под их контролем. В этот период террористы уничтожили множество древних памятников архитектуры и искусства. Многие из них потеряны навсегда. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержатся требования о немедленной остановке боевых действий в Сирии. Также в документе есть требования снять осаду со всех городов, включая Алеппо, и о беспрепятственной доставке гуманитарной помощи. Инициатором резолюции, принятой большинством голосов, выступила Канада. Напомним, несмотря на то, что такие решения не носят обязательный характер, они имеют большой политический вес. Ранее главный союзник Асада Россия заявила, режим прекращения огня в Алеппо установят только тогда, когда будут согласованы сроки выхода повстанцев из осужденных районов восточной части города. При этом сирийские войска при поддержке российской армии продолжают захват, удерживая их противниками режима кварталов города. На заседании Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге прокуроры потребовали пожизненного заключения для Радка Младича. Экс-генерала армии боснийских сербов обвиняют в преступлениях против человечности, в том числе в массовом убийстве мусульман Сребреница в 1995 году. В числе обвинений, предъявленных Младичу, блокада Сараева, во время которой погибли 10 тысяч гражданских и военных. Город постоянно обстреливал артиллерию, а также снайперы, которые намеренно убивали мирных жителей, в том числе детей. Прокуроры также на основании различных доказательств утверждают, что бывший генерал лично отдал приказ убивать мужчин-мусульман в возрасте от 10 до 65 лет Сребреница. Число жертв оценивается в 8 тысяч человек. Младича также обвиняют в захвате в заложнике сотрудников ООН в 1995 году. Все обвинения Радка Младич традиционно отвергает. Ожидается, что приговор бывшему сербско-боснийскому генералу вынесут в следующем году. Американский Конгресс одобрил в отделение Украине 350 миллионов долларов помощи в оборонной сфере на 2017 год. Документ направлен на подпись президента США. Половина этих средств станет доступна в зависимости от успеха борьбы с коррупцией в вооруженных силах Украины. Также в нем говорится о необходимости придерживаться положений аналогичного законопроекта за прошлый год. Там говорилось о праве президента США выделить средства на радарные системы противотанковой комплексы и другие технические средства.